Итак, в завершении нашего интервью хочу спросить вас об угрозе глобальной катастрофы. Многие люди сейчас испытывают большую тревогу по этому поводу. Как вы думаете, угроза апокалипсиса реальна? Ведь постоянно ведутся разговоры об этом апокалипсисе, ядерной войне и тому подобных вещах. Вы верите, что это действительно может произойти в нашем мире? Я не думаю, что ядерная война — это апокалипсис. Апокалипсис подразумевает под собой, что Бог разгневается и решит придать огню всю планету. Как-то так. А Бог не может сделать это посредством ядерной войны? Нет. Это могут сделать мужчины, а в будущем, возможно, и женщины. Бог не может сбросить ядерную бумбу. Он просто зажарит землю в своей духовке. Понимаете? Такое может случиться. В этом году на Солнце произошло очень много вспышек, которые по своему размеру в несколько раз превосходят размер планеты. Вот какой мощностью обладают эти вспышки. Но так как наша планета находится в движении, всё это излучение целиком до нас не доходит. Если бы это случилось, нам бы настал конец. В космосе постоянно происходит что-то такое. Там летают астероиды. Знаете, говорят, что на Землю прилетел астероид и уничтожил всех динозавров. Что мы будем делать, если на нас упадет астероид? Мы погибнем. Допустим, он сейчас приземлится между мной и вами. Получается, зря записывали интервью. Тогда я умру в хорошей компании. Это радует. Может, позитивное мышление как раз об этом? Я пытаюсь вам сказать, что... Я уже это говорил несколько минут назад. Никто из нас не знает, с чем мы столкнемся через секунду. Только дураки считают, что знают. Если вы скажете «я не знаю», то ваш интеллект будет сохранять бдительность, и вы сможете наилучшим образом для себя справляться с трудностями. В противном случае вы не сделаете даже того, на что способны. Если в вашей жизни вы не сделаете того, на что не способны, это ничего. Но если вы не делаете того, что вам по силам, это катастрофа. Вы время от времени ощущаете спокойствие в своей жизни. Иногда. А радость? Да. Блаженство? Иногда. Восторг? Иногда. Значит, вам лишь осталось поработать над стабильностью. Это правда. Вы не лишены способности чувствовать радость, удовлетворение или экстаз. Просто они нестабильны. Что это значит? Вы не делаете того, что можете. Это катастрофа. Не так ли? Допустим, вы вообще не способны испытывать радость. Что же тогда делать? Это другой случай. Мы не можем сейчас просто взять и взлететь. Ничего не поделаешь, такова наша природа. Но мы придумаем выход. Найдем самолет, параплан или что-то еще. Мы решим проблему. Это совсем другое дело. Но если вы не делаете того, на что способны, то ваша жизнь трагична.